Бонжур, шерзами! И вот наш последний урок на данный момент. Вдруг, если у вас какие-то будут дополнительные вопросы, и вам покажется, что какой-то аспект я не раскрыла, пишите, пожалуйста, возвращайтесь к марафонам, которые... Не к марафонам, а к занятиям, которые были до этого, и пишите длинные комментарии, скажите нам это непонятно, добавьте еще. Но сейчас у нас одно занятие на Passé Composé Imparfait, так что возвращаемся к моменту, где я объясняла в общем, что такое Imparfait, и будем сейчас раскладывать это все по полочкам. Нанятия будут немножко длиннее, чем другие. И bien, посмотрите, пожалуйста, я вам сказала, что Une action au passé, это относится и к Passé Composé, и к Imparfait, то есть они похожи здесь. Оба действия говорят о том, что произошло, оба времени говорят о действиях, которые произошли в прошлом. Далее, sans lien avec le présent, это Imparfait. И в противоположность этому, Passé Composé, это то, что имеет связь с настоящим. Ensuite, ни fin, ни début. Обычно мы все-таки можем сказать, что действие точно закончилось, и когда оно закончилось, касательно именно Passé Composé. Сейчас посмотрим конкретно на примерах. Voilà. Два примера. Je dormi très bien, и je dormais profondément. То есть, я хорошо поспал, и я спал глубоко. Вот в первом случае, je dormi, вот вы приходите бодро на работу, у вас много энергии. Je dormi très bien, или je très bien dormi, вот даже так будет красивее, между глаголой связкой, и je dormi très bien dormi. Вы констатируете факт, вы сейчас в форме, выспались. Это как вот результат. Так как вы хорошо спали, вы сейчас в форме. А во втором случае, мы говорим просто, я глубоко спал. описание какое-то. На этом фоне, может быть, что-то происходило. Или, например, вы говорите просто о прошлом, что вот до некоторого времени назад все, многие люди, очень глубоко и хорошо спали. А потому что что-то случилось, и, в общем, многие не так глубоко спят, как до этого спали. То есть, не имеет отношения к настоящему. Далее. Вчера до полудня шел дождь, и мы видим здесь, пример. Вот у нас здесь идет ограничение до полудня, и глагол стоит по всякой позе, потому что мы знаем, что вот финальная точка, она у нас указана до полудня. Вчера до полудня шел дождь, потом он прекратился, и вышло солнце. Во втором случае, il pluvia jehe. Вчера я выглянул в окно, и шел дождь. Нет лимита. Вот jehe, это не точечное, это просто вот вы указали примерно в диапазоне. Это можно и год указать, можно и день указать. Вот. Но здесь у нас контекст в том, что я вышел, а на улице шел дождь вчера. Или же просто вчера было холодно, шел дождь, небо было серое, и так далее, и так далее. То есть, это описание. А когда вы говорите, il pluvia jehe, даже можно без, вот я вам сказала, jusqu'à midi, это вот специально, а иногда можно сказать просто по всякому позу, il pluvia jehe, il pluvia jehe, и это будет в русском, как вчера прошел дождь. Например, я волновалась, что деревья сохнут, например, трава сохнет, и вчера, наконец-таки, дождь прошел. Меня тоже волнует результат. Не было давно дождя, и вот он у нас случился. То есть, результатик. Дальше. J'allais au gym le mercredi. Это, наверное, самый интересный пример. Опять же, без каких-либо индикаторов по фразе мы понимаем. J'allais au gym le mercredi. Здесь у нас указан глагол в imparfait. Это значит, что больше я не хожу на спорт. Это было в прошлом, и сейчас я этого не делаю. Тогда как Je suis allé au gym le mercredi. Здесь глагол aller у нас стоит passé-композе, и это значит, что я до сих пор хожу. Ну, например, ситуация. Меня кто-то приглашает в среду вечером куда-то. Сегодня понедельник. Я говорю, слушай, не могу с тобой пойти, потому что обычно я ходила по средам на спорт. То есть, я говорю, это в прошедшем времени, говоря о своем опыте, но этот опыт актуален до сегодняшнего дня. То есть, все 10-20 предыдущих сред я была на спорте, так что среда у меня занята. Я, конечно же, могу сказать это в настоящем времени. Je vais au gym le mercredi, но это будет, знаете, как звучать, что я иду в эту среду в... куда там, на спорт. Je vais au gym le mercredi. А je vais au gym le mercredi, это уже будет говорить о привычке, которая актуальна на сегодняшний момент, и вот до этого было так всегда. Давайте посмотрим с вами интересное упражнение. Я себя так похвалила. Я говорю, что интересное упражнение, кстати, вот интересное упражнение, классное упражнение, эффективное упражнение. Напишите, что вы по этому поводу думаете, скажете, скухота, неинтересно, вообще не весело, ничего не запоминается. Ну что там, мне напишите, пожалуйста, то, что мне будет так, в общем, интереснее тоже работать, а то я вот сама в своем, называется, в иллюзиях тут варюсь. Мне кажется, что прям такие я классные упражнения делаю, а вот реальность, она не соответствует моему маленькому мерку, в котором я замкнулась. Посмотрите, ключевые слова. Это состояние, точечное действие. Стакан у меня тут есть. Поставила. Моя вот это вот, забыла, как называется, штучечка, открыла, закрыла, там, например, волосы себе пошебуршила, вот, то есть какие-то точечные действия, а, например, сижу, объясняю вам что-то, смотрю на вас, и так далее, и так далее, это уже действия такие вот продолжительные. Это мое состояние сейчас, что я делаю. Так вот, посмотрите, вот этот у вас текст небольшой, вы должны его, сейчас меня выключить, прочесть, и выделить все слова, все глаголы, которые являются глаголами состояния в данном тексте, потому что один глагол может быть и таким, и таким, и все глаголы, которые являются точечными, то есть случились вот так. Так вот, мы с вами, что будем делать, сейчас вы сначала их выпишите, прям два столбика сделайте, этап и пункт, и потом еще раз просмотрите, я вам покажу разными цветами, как я это выделила. Пока я вам его прочту, этот текст, вы можете его тоже дома отчитать, хорошо, и вы уже, вот если будут какие-то вопросы, далее, потом можете задать. Здесь текст А пока, те, кто недостаточно в себе уверен, можете просто пока подчеркнуть, и мы с вами дальше проверим. Всю лексику я взяла из-за дито, немножко такие неестественные фразы, конечно же, человек обычный так не будет о своем дне разговаривать, рассказывать, но тут у нас уже нет выбора, немножко такие простенькие фразы. Так вот, я перелистываю сейчас, надеюсь, что вы у вас уже все сделали, у вас два столбика, и в общем вместе продолжим работать. Давайте посмотрим. У нас что получилось? Все, что красненьким, это у нас действие состояния, а все, что зелененьким, действие точки. Посмотрите, поразмышляйте, и теперь ответьте мне на вопрос. В какое время мы ставим действие состояния, импорфей или пассе композе, и в какое время мы ставим действие точки, импорфей или пассе композе. Эту мысль мы проварили. Я вам теперь отвечаю, вы скажете, ну, разумеется, разумеется, что все, что зелененьким у нас, это действие точки, мы ставим пассе композе, все, что красненьким, это действие состояния, мы ставим их импорфей. Обратите внимание, что у нас вот есть сэ и сэ, и зелененьким, и красненьким. Когда у вас там зелененьким, нужно будет немножко вообще фразочку переделать, вот сэ изменится. Почему? Потому что мы можем сказать, это было очень вкусно, и мы как бы описываем, вот я ела, и мне было очень вкусно, а можем сказать, это было очень вкусно, констатируя факт. О, наелась, вкуснота была, то есть вот так вот я обычно говорю, когда ем, каждый раз, вот, то есть зафиксировала, не описала, не описала, вот, а сконстатировала. Так вот? Теперь вы выключаете меня и переписываете весь этот текст, никуда не торопимся, мы сели учить французский, а когда мы учим французский, значит, весь мир подождет, и от руки, еще и орфографию мы отрабатываем с вами, переписываем весь этот текст в прошедшем времени. Все, что красненьким, это импарфей, все, что зелененьким, это у нас по всей компози. И я надеюсь, вы это сделали, проверяем, потом вы мне напишите, как хорошо, то все так же у вас получилось, как у меня. И вот, мы будем смотреть что я сделал. Стопо учителись. С'était une belle journée d'automne, я был в хорошем и у меня я решила я решила на велосипеде в большом супермаршем. В супермаршем я находилась в 10 минут в порядке у меня в порядке у меня было много людей, но я смогу найти все, что я должна купить. После я была в порядке Я купил пасты в коржетте и фразы в скуре. Это было очень вкусно. Это было очень вкусно. Я лежит в кафе 1 час. Я плачу с банками. И я поехал в кафе. Когда я ходила на улицу, я встретил несколько близких. Потом напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Большинство моментов, я думаю, понятно, но все же разъясню. Во-первых, je suis allé, je suis parti et je suis resté. Надеюсь, вы не забыли в скобках поставить «ö», потому что это может быть женским родом. Здесь по тексту непонятно, о чем я говорю, кто это вообще, от какого лица. Далее, je suis resté. Здесь у нас... Почему именно passé-композе? Потому что это у нас лимит. Тут написано полчаса. Прямо вот знаем, что это длилось полчаса, такой отрезок. А когда говорится об отрезке, когда есть и начало, и конец, в принципе, 30 минут, то мы ставим обязательно passé-композе. И, в принципе, остальное, я думаю, что уже легче. Voilà! На данный момент я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравился этот марафон. Если понравился марафон, напишите, пожалуйста, пару слов. И будет вообще здорово, если вы напишите пару слов где-то. То есть, например, в Гугле отзывах или в Яндекс отзывах. Это будет нам, мне лично, большая помощь, потому что сейчас у нас нет никаких... Ну, не никаких, но мало средств для того, чтобы продвигаться, как-то рассказывать о нас. И, в общем, только благодаря вам мы сможем дальше делать наше дело, расти как-то. Я хочу, чтобы мы росли, чтобы нас узнавало больше всех людей. И когда будем расти, тогда у нас, значит, будет больше всяких интересных вещичек, курсов и так далее. Это не шантаж. Но все равно, конечно же, вдохновляет, когда люди пишут обратную связь. И, конечно же, очень здорово, что вы пишете в личку, куда-то нам отдельно, на WhatsApp. Это тоже нам очень здорово, все приятно. Но всегда, когда мы выбираем какие-то курсы, мы смотрим отзывы. То есть, иногда бывает видно, что школа сама себе отзывы написала. И, в общем, это уже по-другому воспринимается. А вот если от человека конкретного, в общем, это всегда достовернее. И, в общем, другие люди нам тоже поверят и придут к нам. В общем, приходите к нам все, приглашайте к нам всех. До скорого. Уваг. Продолжение следует... ...